В Крае усиленно продолжаются работы по противодействию с незаконной миграцией, пресечением нарушений миграционного законодательства. С 11 по 17 ноября рабочими группами были проведены проверки в Армавире, Лобинском и Мостовском районе. Осуществлялись выезды в Северский, Абинский и Динской районы. На Краевом селекторном совещании отметили, сотрудники миграционной службы улучшили показатели работы. За минувшую неделю составили 298 административных протоколов. Это на 121 больше, чем за предыдущую. Лучшие результаты и у сотрудников органов внутренних дел. Они выявили 242 нарушения, допущенных иностранными гражданами при въезде в Россию. За неделю выдворили 208 человек, то есть на 19 иностранных граждан больше, чем на прошлой неделе. Совместными усилиями сотрудников ФМС и полиции в Сочи выявлено 143 правонарушения. В Краснодаре – 79, в Кущевском районе – 34, в Анапе – 28 и в Славенском районе – 27. 14 ноября сотрудники миграционной службы и представители отдела Роспотребнадзор в Анапе провели внеплановую выездную проверку в строящемся многоквартирном доме. В результате выявили 22 иностранных гражданина, 20 из которых трудились незаконно, без разрешения на работу в России. Анапским городским судом наложен штраф в общей сумме 60 тысяч рублей. Далее – выдворение из России. В отношении московской фирмы, привлекавшей нелегалок в труду в Анапе, возбуждено административное расследование. В итоге это предприятие может получить штрафы по 800 тысяч за каждого из 20 иностранных рабочих. По окончанию селекторного совещания заммэра Сергей Козлов поручил представителям казачества, ФМС и полиции работать в таком же усиленном режиме и отчитываться о принятых мерах. Мы знаем механизм, который нам не повредит сегодня депортировать за пределы Анапы. Дальше пусть как хочет. Я его сюда не приглашал. Мы его не приглашали. И как он сюда доехал, меня это не интересует. И также не интересует, как он отсюда выйдет. Понятно? Он заработал, значит пусть едет через Москву, хоть, извините, через Стамбул. Это меня не интересует. Но его здесь не должно быть. О местах проживания незаконных трудовых мигрантов и строительных объектах, где массово применяется иностранная рабочая сила, для меры оперативного реагирования необходимо сообщать по телефону горячей линии миграционного контроля 3-07-21 и в ночное время 0-2. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа. Регион. Регион. Регион.